К сожалению, в городе наблюдается рост числа больных наркоманов по сравнению с прошлым годом. 117. Столько человек зарегистрировано в городе, как употребляющие нерецептурно-наркотические средства. Цифры это официальные, но не окончательные. В действительности наркоманов в городе больше. Официальную статистику смело можно умножить на 10. В итоге мы получаем совсем страшную картину. 2% населения города – наркоманы. Они погибают от гепатитов, они погибают от пневмонита лица до 30 лет, работоспособных в возрасте. Никогда у нас только не было женщин-наркоманов. Месяц назад погибла женщина. В течение года она наркотизировалась. 21-24 года страдает наркоманией, ВИЧ-инфекцией, она погибла. То есть ей еще жить и рожать здоровых детей, в итоге ребенок погиб, и она погибла. Погибают наркоманы от передозировки и сопутствующих заболеваний. За 4 года 125 человек скончались от передозировки. А сколько от болезней? Такой статистики нет. Гибнут кумерталцы, употребляющие наркотики от СПИДа, да и попросту сгнивают заживо. Это побочный эффект синтетика так называемого крокодила или дизаморфина. Компоненты этого зла находятся в свободной продаже в хозяйственных магазинах и в аптеках. Может быть аптекам и выгодно, седал стоит дорого, но оборот великий этого седала. И позвольте, для того, чтобы наркоману быть наркоманом, он берет упаковку седала 10 таблеток, берет упаковку нафтезина, берет грязный шприц нестерильный, колет тут же на автобусной остановке и глаза стеклянные. На заседании прозвучало предложение запретить свободную продажу лекарств двойного назначения или уменьшить закуп этих препаратов аптеками. В итоге руководители аптек и мэрии решили разработать и принять этическую декларацию городских аптек, общественных организаций и отдела МВД города Кумертау. Сергей Николаев, Амир Кедрасов. Новости.